Здравствуйте, дорогие студенты! Вторая тема по предмету теория и методика воспитательной работы в начальной школе «Воспитание в структуре педагогического процесса». План лекционного занятия охватывает четыре вопроса. Воспитательная деятельность – система действий педагога, направленная на создание оптимальных условий для воспитания, развития и саморазвития личности, воспитанника и выбора возможностей свободного творческого самовыражения. Воспитательная деятельность – вид социальной деятельности, направленный на передачу от поколения к поколению, накопленных человечеством культуры и опыта, создания условий для личностного развития человека. В воспитательной работе принято выделять три группы функций. Первая группа функций воспитательной работы связана с непосредственным воздействием педагога на ученика и включает изучение индивидуальных особенностей его развития, окружения, интересов, программирование воспитательных воздействий, а также реализацию комплекса методов и форм индивидуальной работы с учеником и анализ эффективности воспитательных воздействий. Вторая группа функций связана с созданием воспитывающей среды и включает вспочение корректива и формирование благоприятной эмоциональной атмосферы, вовлечение учащихся в разнообразные виды общественно полезной деятельности и развитие детского самоуправления. Третья группа функций направлена на упорядочение влияния субъектов, взаимодействующих в ходе воспитательного процесса и охватывающих координацию деятельности семьи и школы, взаимодействие с педагогическим коллективом, коррекцию воздействия средств массовой коммуникации, нейтрализацию негативных воздействий социума, а также взаимодействие с другими образовательными учреждениями. В проводимой педагогом воспитательной работе основное место занимает организаторская деятельность, в которой он реализует весь комплекс соответствующих функций, т.е. целеполагание, планирование, координация, анализ эффективности и т.д. Классный руководитель – это непосредственный и основной организатор учебно-воспитательной работы в школе, официальное лицо, назначаемое ее директором для осуществления воспитательной работы в классе. Основными функциями классного руководителя являются воспитательная, организаторская, координирующая и управленческая. Классный руководитель является связывающим звеном между учителями и родителями ребенка. Он информирует педагогов о состоянии воспитанника, особенностях родителей, организует их встречи с учителями-предметниками. Особое внимание классный руководитель должен уделить новым педагогам, которых важно познакомить с особенностями классного коллектива и отдельных учеников, а также с требованиями, предъявляемыми предыдущим учителем и педагогами класса. Одной из форм взаимодействия классного руководителя и учителя-предметников, обеспечивающей единство действий и способствующей выработке единых подходов к воспитанию, является педагогическим консилиумом, на котором формируется всесторонний взгляд на ребенка. На этом вторая лекция подходит к концу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok